всем привет итак был вопрос по поводу midnight команды ран как его использую ну типа чё там короче не помню как вопрос звучал но типа моим может быть советы по midnight команды ром вот как бы как таких советов нету я просто сейчас наверно вам покажу основные горячие клавиши вот и они вполне себе удобные очень даже удобно и эти все клавиши описание вы конечно же можете найти в интернетах либо же у меня за один доллар есть у меня подписка на патреоне и там принципе довольно много текстовых публикаций которые многие которые относятся к уже вышедшим видео вот и там в том числе будет то же самое помид на это команды просто список горячих клавиш короче запускаем night commander и очень удобная штука да те кто пользовался ну первое мы всегда знаем вот здесь у нас еще внизу смотрите help и всякие есть чё к чему но вон часто используется что f3 f3 мы смотрим содержимое файла f4 мы его редактируем вот можно редактировать есть внутренний редактор кстати не у всех он может быть по умолчанию быть внутренним редактором иногда там примеру есть вас linux там vim запускается или еще какой-то он ну не такой удобный для новичков соответственно нужно вот выставить галочку вот здесь use internal и иди тор вот когда вы вы стоите будет внутренний редактор вызываться который вполне себе удобный дальше выделение что можно выделить можно нажать клавишу плюсик ентер ну то есть тут работает кстати регулярки вот я нажимаю плюсик и здесь можно написать регулярку писать ее не буду попробуйте вы сами но здесь принципе можно сразу что-то выделить либо можно выделить вот к примеру файлы csv вот и чё надо отменить выделение короче плюсик это выделение а вот обратный слэш обратный слэш это on select on select звездочку вот а теперь опять плюсик и csv а теперь обратный слэш . давайте csv отменим выделение точно так же там и insert вот когда мы на каком-нибудь файлик или еще где-то нажимаем insert то как увидите можно можно выделять выделять для того чтобы там удалить удалить или не или скопировать или еще чего-нибудь дальше смотрите довольно таки удобно бывает например куда-нибудь зайти давайте куда-то зайду давайте сюда он games давайте давайте фри цивилизации давайте луа и очень удобно бывает был чтобы была такая возможность чтобы вот здесь эта панелька тоже открылась но открылась она ну как тогда когда нам нужно да вот данном случае я хочу чтобы эта панелька тоже здесь открылась чтобы не переходить сюда не искать так вот так вот так вот что для этого нужно сделать для этого нужно сделать нажать кнопку мета плюс о мета это может быть либо alt либо escape ну возможно клавиша windows на не windows компьютерах не знаю но в данном случае alt а я нажимаю и что я вижу я вижу что эта панелька сместилась у нас куда то есть открылся каталог ну в котором грубо говоря я был то есть я был в этом уровне но смотрите я сейчас выбираю клиент и вот здесь сейчас будет содержимое каталога клиент смотрите alt а как видите вот здесь содержимое каталога клиент то есть панелька переключилась сюда дальше я хочу вот луа посмотреть alt а нажал и как вы видите то есть открывается вот вот на этой панельке тот каталог на котором выделение точно так же но это для активной панели точно так же есть сюда перейду в данном случае активная панель левая и нажимая alt а как вы видите вот содержимое каталога tools дальше дальше в командную строку можно послать полный путь в текущей активной панели для этого надо нажать контроль плюс x и п вот контроль x я зажал отпустил и потом нажал п и как вы видите вот здесь полный путь к текущему каталогу полный дальше можно также вот сюда в командную строку вывести полную бросить полный путь неактивной панели и для этого надо сделать контроль x и дальше контроль п елки-палки не работает вот так хотя хотя под виндо и в цигвине работала ну да ладно дальше контроль плюс слэш вызывает меню часто используемых каталогов но тут как видите у меня чего-то пусто вот дальше перерисовать экран бывает такое что создался файл у вас или чего-нибудь удалилась или создалась и и и и и и и ну не знаю блин не знаю зачем перерисовать экран бывают глюки какие-то бывают еще что-то то для этого можно воспользоваться контроль l контроль л типа перерисовывать но здесь не видно дальше контроль а можно показать и скрыть панели тоже очень удобно для того чтобы поработать вот здесь в терминале потом контроль он нажимаем и мы опять видим midnight команды вот по поводу того что бывает файлы удалились или еще чего-нибудь и вам лишний раз лень нажимать enter или возможно вы вот здесь находитесь или еще где-нибудь короче перечитать содержимое каталога контроль r контроль r нажимаю и оно должно перечитывать дальше быстрый поиск файла ну то есть менюшка вот менюшка менюшка f9 f9 нажимая есть менюшка файл или команда вот find файл можно искать файлы то есть задавать тут различные настройки то есть я не думаю что есть проблема с пониманием этого так вот для быстрого поиска файла нажимаем контроль s и контроль с как вы видите вот здесь кое-что не дает так как здесь этих файлов нету то есть она грубо говоря подсказывает то есть если очень много файлов вы можете там вот фри и там фрицы его фрицы в давайте поставим тире и напишу mp и вот она сразу вам помогает сразу подсвечить нужный вам файл то есть это контроль с вот до контроль с дальше показать размер текущего каталога к примеру вам надо посмотреть размеры текущих контролл катала нажимаете контроль 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 пробел вот контроль пробел контроль пробел смотри 4096 но это понятное дело это как бы такой общий размеру в файловой системе просто ну так отображается 4 килобайта короче хранится ссылка информация короче где-то так вы где чтобы полный размер каталога в байтах то контроль пробел контроль пробел вот я везде понажимал и теперь я вижу что к примеру это 98 1691 килобайт занимает то есть переводе на наши наверное 98 килобайт ой мегабайт давайте например перейдем games games то же самое 4 0 96 нажимаем контроль пробел и понеслось подсчитывание размер вот и я вижу что у нас склока 51 их быть такого не может ой я вышел вышел из этого а может и может сейчас проверю да товарищи так она есть оказывается и гор уже на скачивал open source на хина устанавливал на 51 гих да так ладно короче запомнили контроль пробел дальше даже я не по всем командам буду идти я наверное буду по основным самым 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 интересным потому что на самом деле можно долго разбирать midnight commander про фоновые задачи и в принципе никогда не использовал но они здесь есть и тогда и т.п. дальше чё еще на посмотреть и исправить права доступа текущего объекта это контроль x c вот и вот здесь я могу исправить права доступа либо же это по старинке нажимаем f9 и и вот здесь команд и здесь 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 где-то где-то не вот файл и ас аж мод вот здесь можно было вот то есть это у нас контроль чё я там говорил контроль x c да дальше быстрый просмотр содержимого файла на второй неактивной панели это у нас контроль x q вот теперь смотрите я шагаю шагаю по файлу до в левой панельки а в правой меня быстрое отображение содержимого вот здесь не учитывается расширение соответственно если не у по идее не учитывается расширение то то показывается так как она есть вот то есть это у нас контроль x q вот я нажал еще раз и это пропало дальше вставка всех выделенных объектов командную строку ну к примеру вы выделяете несколько объектов и хотите вставить их в командную строку для того чтобы потом там чего-нибудь с ними сделать вот например я сейчас выделю 1 объект так 2 и 3 для того чтобы это все вставить вот сюда в командную строку для этого надо нажать контроль x и потом т как вы видите вот эти объекты были вставлены вот дальше просмотр файла без учета расширения то есть чистом виде это у нас не f3 а shift f3 shift f3 как вы видите быстрый просмотр а f3 может немного затормозиться давайте я выберу какой-нибудь файлик какой-нибудь файлик давайте вот этот возьму вот здесь вот он не маленький до нажимая f3 и нажимаю shift f3 shift f3 показывать его в чистом виде ф3 в зависимости от расширения от расширения midnight commander применяет разные там способы просмотра данном случае он увидел что это zip архив и он сразу посмотрел заголовки и увидел что там есть три файлика вот shift f3 чистом виде какой он есть такой он есть и иногда shift f3 работает быстрее чем и в 3 потому что ничего там не применяется дальше создать новый файл shift f4 чего-нибудь пишем нажимаем f2 нажимаем qwerty . txt нажимаем enter и escape и вот он наш файлик дальше дальше сменить например текущий каталог на неактивной панели на каталог в котором вы находитесь в активной панели но это аналогично тому что мы перед этим делали да там ну короче смотрите в тот раз мы нажимали альта в этот раз я нажму альт и альт и как вы видите я сменил на полностью тот же каталог вот альт и альт и перед этим было альт о и открывалась содержимое вот выделенного каталога это тоже было удобно альт о а вот чтобы сменить на тот же каталог я нажимаю альт и и как вы видите я в том же каталоге зайду в game зайду сюда альт и и я в том же вот вот сюда и вот здесь в неактивной панели тот же каталог дальше хорошая команда альт а посылает в командную строку полный путь текущей активной панели давайте а напишу альт а и как вы видите вот я сейчас полный путь текущей активной панели вот ну точно также можно послать полный путь неактивной панели для этого альт shift а и вот не активная панель и сюда ушел полный путь дальше альт аж альт аж это история вызывается из история выполненных команд ну что-то тут истории особо нет дальше альт shift аж история каталога вы можете вот посмотреть по истории в каких каталогах вы в последний раз были ну и перейти в нужный вот и раз и перешел а такого каталога не было давайте сюда перед лоба раз и перешел оба теперь x make давайте в games фрицы переду вот 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 дальше ну можно alt enter alt enter как вы видите в командную строку вставляет текущий объект имя текущего объекта alt enter alt enter alt enter вот по вставлял дальше можно переключить режим отображения панелей для этого нажимаем alt запятую вот либо горизонтальное либо вертикальное отображение кому как удобно дальше дальше можно показывать или не показывать скрытые файлы и каталоги это у нас скрытые файлы каталоги вы знаете все вот с точечкой для этого нажимаем alt точечка как вы видите все скрытые каталоги и файлы попрятались и теперь их нет и ничего не путает глаз теперь нажимаем alt точку и как вы видите чем много чего добавилось ну можно еще вызвать меню у нас было мы вызвали в меню быстрого поиска можно чем меню расширенного поиска это нажимаем alt shift и знак вопроса вот ну это то что находится в меню f9 вот 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 здесь find file вот расширенное меню ну и можно сменить режим работы панели это alt t как вы видите разные режимы панельки вот но я обычно вот этот использую ну это не все это не все еще много чего много каких горячих клавиш есть я по всем им проходиться не буду можно еще пройтись по 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 редактору немного то есть можно но f3 это понятно просмотр также будьте внимательны и смотрите вот здесь всякий горячих клавиш я довольно часто использую режим хекса то есть в 16 16 ричное отображение содержимого файла то есть здесь то в виде аске если есть а вот здесь 16 ричная 16 ричный вид вот уже заговариваюсь дальше дальше f7 это поиск м поиск дальше когда я опять f7 нажимаем мы и переходим на следующий результат вот то есть один раз нажал и следующий f7 дальше дальше можно редактировать но f5 вон go to это мы на номер линии можем перейти давайте на номер линии 3 но так как у нас это не редактирование давайте f4 давайте f4 нажмем и и и и и и и и и смотрите когда а тут не меняется я понял ладно но редактирование файла можно выделить блок примеру даже не был смотрите на можно выделить текст на я нажал f3 дальше вот я иду я выделяю текст вот я его выделяю нажимаю опять f3 выделение закончилось дальше я могу скопировать этот текст нажимая f5 как видите этот текст скопировался туда куда где у меня находится курсор f5 давайте выделим еще один текст нажимая f3 выделил f3 нажал закончилось выделение f5 я его копирую вот копирую дальше могу переместить этот текст для этого надо нажать f6 вот как вы видите вон текст был выделен ну вы вырезан опять f6 вернул туда же кстати вернуть туда же обратно нажимаем контроль у английскую у вот я все сейчас верну обратно дальше можно перейти к строке по и но по ее номеру для этого alt l alt l и я например 4400 там сколько там вот в самый конец перешел или alt l на вторую строчку перешел вот дальше можно отсортировать строки выделенного текста ну давайте нажму f3 вот вот так вот f3 и давайте попробуем отсортировать alt l ну типа что то там отсортировала так контроль у отменяем вот давайте еще раз alt l и контроль у ну здесь в принципе сортировать особо и нечего потому что все отсортировано по 1 2 3 4 5 но то так на всякий случай а дальше 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 можно выполнить даже внешнюю команду нажать alt l у какую-то команду ls и ее результат вставляется под курсор контроль у так отменяем вот к примеру команду ls вызываю alt u вызываю команду ls и все результат выполнения этой команды вставился под курсор так отменяем удалить часть строки но это во многих редакторах такое есть часть строки до до конца строки вот начиная с текущего курсора это я нажимаю контроль контроль и как вы видите удаляет все до конца строки дальше дальше перейти в конец следующего как вы видите слово контроль x вот можно выбрать кодировку текста контроль t нажать кстати тут что-то не работает ну ладно дальше что еще можно можно еще выделить блок ну во первых можно shift зажать и выделить с помощью shift а да а не f3 а можно выделить просто блок блок текста для этого надо сделать следующее альт и как вы видите я выделяю целый блок и этот ну альт и стрелочки вот забыл сказать смотрите нажимаю альт зажатый альт и вот стрелочками выделяю целый блок и нажимаю нажимаю например переместил текст или f5 скопировал вот так вот можно тоже делать вот ну в принципе ну не все довольно много команд интересных самое главное вам просто нужно определиться вот если вы работаете в таком режиме чтобы вам было удобно вот если переходить в начало и в конец слова вот контроль x да вот в конец следующего слова переходит либо же можно на начало предыдущего контроль z вот контроль z прыгаем по словам вот то вы делаете просто себе заметки и записывайте эти горячие клавиши вот то есть вы работаете думаете так было бы удобно переходить в начало ну либо контроль вот стрелочки нажимать то же самое то есть много клавиш которые имеют как бы не дублирование разные комбинации имеют одно и то же действие вот соответственно я рекомендую просто при работе думать а как бы так сделать чтобы было удобно вот к примеру с панельками да как сделать чтобы было удобно чтобы можно было вот здесь же в активной панели да там то есть не активную панель переключить на ту директорию которая находится в активной раз гугла нули к примеру записали себе и вы постепенно нарабатываете привычку и вам уже становится очень удобно работать удобно работать потому что горячих клавиш довольно таки много го так давайте я еще кое-что посмотрю да и еще еще вот это это как раз проверял подсветку синтаксиса вот в режиме редактирования я открыл пайтоновский файл и хочу включить подсветку синтез синтаксиса нажимаю контроль с вот контроль с включает подсветку синтаксиса вот 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 давайте давайте например я еще вот здесь попробую попробуем попробуем вот здесь f4 контроль с контроль с какая-то подсветка синтаксиса есть при редактировании файлов контроль с просто ищет то что мы искали вот она запомнила что мы искали м а и поэтому 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 ищет вот поищем деструкторы вот контроль с только один деструктор ну все правильно короче наверное я вас уже утомил то есть midnight commander довольно таки очень удобно и удобный файловый менеджер так сказать вот и при определенных навыках очень навыках очень удобно работать но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся сами лайки комментируем всем пока